перед началом видео я хочу напомнить что также у нас есть второй канал где рассказываю о заработке в интернете об инвестициях и показываю статистику вот этого своего канала и сколько я зарабатываю на нем если вам интересно такое видео то переходите по ссылке в описании на второй канал смотрите и подписывайтесь хит прошлого года блесна рубликс оркла что касается орклы то у этой блесны есть несколько вариаций по размерам и весам и в то же время в одном размере блесна выпускается в разных весах легкая модификация из тонкого листа металла и тяжелая из более толстого и что касается лета то там конечно же я предпочитаю орклу которая имеет тонкое тело которая легкая которая отлично сыпется при падении а вот что касается осени то здесь время переходить на более тяжелые блесны и модификации эта блесна относится к скандинавскому типу она имеет s-образное узкое тело и при проводке довольно глубоко заглубляется что нам и нужно для осенней ловли в отличие от многих других щучьих блесен проводить ее следует довольно быстро и при этом чередуя равномерную проводку с подтвичиваниями либо же в принципе твичить эту блесну она прекрасно сыпется как легкая модель так и модель более тяжелая и конечно же во время возобновления движения во время рывка чаще всего у хищника сдают нервы и речь здесь идет не только лишь о щуке а и обо многих других хищных рыбах одним словом оркла для меня это одна из лучших и любимых моих плесен ей однозначно лайк и хотя бы одна такая блесна но лучше хотя бы две я имею ввиду тяжелую модификацию и легкую в одном размере они должны быть в арсенале у рыбового далее акми little клео это американская блесна и как по мне в принципе она довольно сильно похожа и по поведению и по внешнему виду на тот же самый атом но в то же время у нее более экстремальный изгиб в хвостовой части она более широка в части носовой у нее опять же своеобразная игра это необычная блесна несмотря на ее довольно обычный внешний вид мне она нравится нередко именно блесны такой вот модели меня выручали тогда когда другое железо другие приманки в принципе молчали и для осени эта блесна подходит не хуже чем для того же самого лета проводить ее нужно довольно медленно если мы говорим об осенней щуки и размеры выбирайте побольше потому что большому куску рот радуется а что касается расцветки вы видите что во первых что мне в ней нравится это то что здесь вот такая вот биметаллическая вот такая вот двойная расцветка когда здесь у нас серебро а здесь у нас окрашенная часть и кроме того конечно же вот такие вот яркие красные провоцирующие ромбики опять же это точки прицеливания это дополнительный триггер для хищника и щука эту блесну не пропускает мимо себя конечно же нельзя пройти мимо французской классики это блесна maps циклоп здесь у меня единица 12 грамм но для осени конечно же лучше подходит двойка 17 и тройка 21 это опять же блесна скандинавского типа это узкая s-образная блесна ее лучше проводить либо твичингом либо быстрой проводкой с короткими паузами именно вот это вот блесенка это моя первая блесна maps циклоп поэтому я ее и храню я ее практически сейчас не забрасываю на первом забросе когда я только начал на нее ловить она мне принесла окуня и на втором забросе я поймал на нее щуку с этого времени у меня с циклопом хорошие дружеские отношения и конечно же эту блесну можно рекомендовать также и для осенней ловли щуки блесна acme wobble right опять же американская блесна от acme и основной плюс этой блесны это во-первых большой вес при малом размере а во-вторых это то что блесна отлично сыпется на паузах обычно хорошо сыпятся легкие широкие блесны но эта блесна сбита это блесна довольно узкая тем не менее на паузах она ведет себя просто божественно собирая всего хищника который есть в водоеме в доступной близости опять же здесь такая вот двойная окраска рельефная имитация чешуи когда свет попадает на вот этот вот рельеф то конечно же он начинает по-разному очень отражаться играть и то же самое происходит в воде когда мы проводим блесну когда она переваливается сбоку на бок заметно она с огромного расстояния возможно именно поэтому хищник ее и любит как бы там ни было а рабочая хорошая блесенка на осеннюю щуку блесна смит пюре и я думаю про эту блесенку вы слышали наверняка это для меня универсальная блесна которая прекрасно работает вообще круглый год не знаю правда со льда как на нее можно ловить нельзя может быть кто-то пробовал напишите в комментариях как она себя ведет при вертикальной ловле со льда но что касается открытой воды то проводка с паузами довольно быстро и опять же твичинг 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 и часто когда они работают воблеры когда не работает силикон не работает другое железо стоит опять же поставить вот эту вот малышку и она выдергивает щуку из казалось бы просто мертвого водоема если мне придется брать на рыбалку только лишь пять блесен колеблющихся то пюрешка определенно будет в их числе вот ее можете покупать даже не задумываясь даже если вы на нее ничего не поймаете там в первую рыбалку во вторую значит это не ее условие либо не ее время со временем она раскроется в полной мере по другому просто быть не может блесна blue fox lucius довольно редкая гостья в арсеналах рыболов я ее у других спиннингистов в принципе не видел никогда один раз я видел у рыбачка но не знаю как она у него работает блесна имеет довольно необычную форму напоминает что-то искусама но она тяжелая она сбита и то что мне в ней нравится это дальний заброс точный и то что она отлично работает на простой равномерке не нужно даже добавлять никакие паузы подергивания она просто идет и вот так вот колеблется колышется туда-сюда туда-сюда и щука атакует ее не задумываясь конечно же для осенней ловли лучше приобрести более крупный люциус чем тот который сейчас здесь у меня понтон 21 самплёра еще один ивовый лист но более широкий чем тот же самый сенеж либо пюрешка это очень известная блесна опять же так же как и в случае с орклой у нее есть модификации разные по весу в одной и той же длине в частности у меня вот это вот 18 граммовая блесенка которая короткая сбитая массивная которая хорошо летит которая глубоко идет при проводке и если летом я часто ее обхожу стороной поскольку летом я ловлю на глубинах до двух с половиной до трех метров то вот осенью я достаю ее из коробки из второй коробки которая является запасной и перекладываю в коробку основную по проводке лучше всего конечно же работает проводка с паузами во время которых блесна колышась уходит на дно и потом мы ее опять подергиваем продолжаем цикл опять даем паузу железка рабочая поэтому опять же можете приобретать можете испытывать и если она у вас есть то напишите в комментариях как она у вас работает как вы ее оцениваете ну и последняя блесна в данном видео это абу гарся атом казалось бы название мы уже слышали и вот это атом и вот это атом но этот атом шведский также на сленге среди рыболов он называется стиральной доской за счет своего вот этого волнообразного профиля блесна неплохо играет при равномерной проводке равномерка это именно то что ей нужно вот эти вот волны призваны вызывать завихрение воды летом я эту блесну обычно опять же обхожу стороной но осенью при такой вот крепкой глубокой уже осени это блесенка начинает показывать результат не сказал бы что это моя любимица но в принципе это тоже рабочее железо которое будет далеко не лишним в осеннем арсенале спиннингиста что ж ребят именно на вот такие вот блесны я ловлю щуку осенью напишите в комментариях какая из этих блесен есть у вас и как вы ее оцениваете либо может быть вы ловите вообще на какие-то другие блесны либо даже в целом приманки опять же напишите об этом в комментариях что думаете и какая приманка для вас является самой лучшей ну а если это видео вам было полезным то ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем счастливо